Сейчас будем красить проемы Рассказывать смысла нет По технологии окраски Каждый маляр знает это Поэтому Как работать с раптором Можете посмотреть Первый слой я наношу тоненький Особенно в проемах В проемах не вижу смысла Укрыть очень жирным слоем Потому что никакой функциональной нагрузки Они не несут А для общего декора Более полезно, чтобы как-то у нас шагрень общая Совпадала по своей структуре Именно с внутренними частями То есть с проемами автомобиля Автомобиль в проем подготовлен Загрунтованы в голые места металлические И сейчас в принципе будем наносить Средней шероховатости Средней Грубочки что ли Здесь у нас идет Раптор не разбавленный с растворителем С разбавителем Идет уже изначально Разбавленный с отвердителем И с пигментом Поэтому пока не вижу смысла Честно говоря Разводи делать более жидким Так как будет более тонкое покрытие Так в принципе растекается неплохо Сними пожалуйста Покрупнее И давай еще Чуть-чуть назад Двукровистость у Раптора хорошая Даже несмотря на то что он колеруемый Не такой насыщенный цвет получается Мы можем видеть как Все у нас перекрывается Но в любом случае Повторно Будет покрыто Проем Двукровистость у Раптора Иду-иду Иду-иду Двукровистость у Раптора Двукровистость у Раптора Двукровистость у Раптора Двукровистость у Раптора изменить шагрень или еще что-то. Так вот, для проемов я использую шагрень, так называемую, питон. Сейчас я вам покажу ее, и вы можете посмотреть. Шагрень более сглаженная. Когда нужно сделать полуматовую, делаю полуматовую. Более сочную и смачную шагрень аллигатора. Я делаю для более дерзких автомобилей, потому что шагрень более крупная получается и смотрится диковато. Вот это у нас уже идет аллигатор. Ведь поверхность более шагренистая, шагрень более выраженная, ярко выраженная. И смотрится она на автомобиле интересно. Вот данный вариант, он выполнен в глянцевом исполнении, можно сделать полуглянцевую поверхность. А для самых уже отморозков, в кавычках отморозков, и для крупных автомобилей, которые постоянно где-то ездят, царапаются и чуть ли там не расшибаются. Вот предположим, вот для этого автомобиля, для этого автомобиля непосредственно, я буду использовать покрытие, которое у нас называется Годзилла. Годзилла это очень-очень крупная шагрень, очень крупная. Здесь на выкраске не так это хорошо видно, не так ярко выражено, но сейчас я вам покажу, как это смотрится уже на самом изделии. И тут вы сами увидите разницу. Такое ощущение, как будто напыление, видите, очень-очень ярко выраженное. Прям шагрень лежит, она не растеклась, а лежит. И вот этот вот эффект очень красивый, очень интересный. Именно поэтому вот это вот Годзилла, а все остальное это Аллигатор либо Питон. И вот думаю, вот для этого монстра как раз самое оно. Самое оно. Годзилла будет самое то. 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 Играет музыка. Вот именно поэтому это Годзилла. Очень крупная, очень крупная крошка. Играет музыка. Играет музыка. Красить машину у одного человека, такую большую, можно. Но это, честно говоря, немножко проблематично. Потому что нужно где-то помочь лестницу поставить. Где-то нужно подержать шланг. Потому что, когда идет покраска крыши, мы можем повредить покрасочный слой боковых поверхностей. Поэтому я даже сказал большое спасибо Эрику, который мне помогает.